Дамы и господа, уважаемые зарубежные гости, приветствую вас на 11-й Московской конференции по международной безопасности. Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу именно вместе, на равных предстоит созидать контуры будущего. Мы видим, как последовательно идёт формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры. Всё это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное, реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей. Вместе с тем, в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна – и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государство к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы. Страны-члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причём всё это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями. США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе системы межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений. Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции НАТОвских сил с создаваемыми структурами блока «Алпус». Очевидные напряжённости тлеют и в других регионах мира. И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, повторю, по сути, все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада. Так страны Сахара-Сахельского региона, такие как Центральная Африканская республика и Мали, оказались под прямым ударом многочисленных террористических групп после того, как США и их союзники развязали агрессию против Ливии. Что привело к развалу ливийского государства. К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видна и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства. Повторю, сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно только объединив усилия мирового сообщества. Мы остаемся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципах международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии. Уверен, что 11-я Московская конференция по международной безопасности внесёт свой вклад в развитие конструктивного сотрудничества между нашими народами и государствами. Желаю вам успехов, плодотворных и содержательных дискуссий. Спасибо за внимание.